Здравствуйте! В эфире Первого городского служба новостей город в студии Вероника Сухачева. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях вторника, 23 октября. Смотрите в ближайшие минуты. Вот сегодня священец собрали, да? План Б. С какой целью? Оторвать людей от работы? По прогнозу, заморозки и отопления все нет. Почему в некоторых домах Калининграда до сих пор не включили тепло? Будет где подождать. На 10 улицах города установят новые остановочные пункты. Места много не бывает, особенно для автомобилей. Власти Калининграда решают, как увеличить число парковок. Хорошо, что есть электронные учебники, но хорошо, что есть книги, которые я могу рядом открыть. Эксперимент провалился. Школьники сдают электронные учебники и возвращаются к обычным книгам. Практически невозможно проконтролировать количество съеденного корма. Голодными не останутся. В зоопарке поставят аппараты для кормления животных. Теперь подробнее. Полторы недели без тепла. Отопительный сезон начался 15 октября, но, как оказалось, не для всех. 24 дома до сих пор остаются без отопления. По этой причине 23 октября в администрации города прошло экстренное совещание с управляющими компаниями. Но, как оказалось, обсуждать особо нечего. 70% управляющих компаний до сих пор не получили новые договоры от теплосети. Оказалось, что в течение месяца теплосеть внесла изменения в договор о поставке услуг и даже отправила их управляющим компаниям. Вот только уведомлений 70% компаний не получили и ознакомиться с новшествами не успели. Отчитываться стало не за что. По этой причине заместитель главы администрации Сергей Мельников решил высказаться сам. Например, о том, что за работой управляющих компаний будут следить более тщательно, а также обяжут сделать их работу более прозрачной и доступной. Управляющие компании должны эту информацию раскрывать доступными методами и любой гражданин должен без любых пароль и логинов в интернете, должен либо на сайте городской администрации, либо на сайте управляющих компаний найти перечень тех услуг, за которые он платит и должен платить. Помимо этого было принято решение о создании рабочей группы из 8 человек, представителей теплосети и юридических лиц. Инспекция займется проверкой работы управляющих компаний, а за проступки будет штрафовать. Вопрос же о подключении 24 объектов решится 30 октября, когда все ознакомятся с новым договором. В Калининграде установят новые остановочные павильоны. Ими заменят часть старых, которые, по мнению чиновников, портят вид города. Специально для этого власти администрации объявили конкурс. За выполнение работы они готовы заплатить более 2,5 миллионов рублей. Максимальная цена контракта составит 2 миллиона 700 тысяч рублей. По первым проектным эскизам решено, что новые остановки будут из прозрачного пластика. И что важно, вандалы устойчивые. Таким образом, остановочные пункты будут установлены на следующих улицах. Московский проспект, улица Артиллерийская, Герцена, Дзержинского, Радищева, Согласия, Суворова, Гагарина, Невского. Стоит также отметить, что остановочные павильоны оборудуют металлическими урнами. Все работы планируется завершить до конца 2012 года. Мест для парковки автомобилей станет больше. Власти Калининграда считают, что количество парковочных мест у административных зданий можно увеличить вдвое. Мешают этому устаревшие нормативы. Сейчас на одну сотню работников здания приходится 20 мест для парковки. Чиновники хотят внести изменения в правила землепользования и застройки. Таким образом, они надеются увеличить количество мест для парковки в два раза. Напомним, что сейчас в центре города расположены четыре парковочных комплекса. В них порядка двух тысяч мест. Кроме того, разработчики новой транспортной схемы предлагают создать парковочную сеть на 50 тысяч мест, что точно разгрузит центр города. Электронные или традиционные? В Калининградской области завершено испытание электронных учебников. По данным Министерства образования, годовой эксперимент обошелся федеральному бюджету в 4 миллиона рублей. Насколько он удачен в Калининграде и вернутся ли учебные заведения к бумажным книгам, узнавала наша съемочная группа. Хорошо, что есть электронные учебники, но хорошо, что есть книги, которые я могу рядом открыть. Учителю 18-го лицея Ирине Рубцовой однозначно оценить результаты эксперимента трудно. С одной стороны, такой ридер безвреден для глаз, ударопрочен и очень легок – всего 500 граммов. Вместе с этим он содержит и массу недостатков. Иногда долго заряжается и даже отказывается включаться. В отличие от бумажной книги, стоит в разы дороже – 12 тысяч рублей. Но основное замечание педагогов – отсутствие красок. На уроках географии, где школьники в основном работают с картами, черно-белая электронная книга почти бесполезна. Да и техника не стоит на месте. За время старта эксперимента в продажу поступили более современные устройства. Те электронные учебники, с которыми мы встретились, я так думаю, для этих детей, которые с техническими новинками на «ты», в общем-то, уже как бы немножко отстали от них, отстали от самих детей. Сами же школьники находят в современных учебниках массу достоинств. К слову, для девочек более важна внешняя сторона вопроса. У электронного учебника, к примеру, он легкий. Можно носить маленькую сумочку. А такой там надо все откладывать, и поэтому он получается килограммов шесть. Это очень тяжело. А для мальчиков – практичность. Ну, в нем сразу много учебников. Это тоже удобно. Не нужно копаться в портфеле и искать нужный учебник. Всего государственная программа охватила пять регионов России. И хотя на федеральном уровне уже завершилась, в учебных заведениях нашей области действуют вовсю. 18-й лицей – не исключение. По словам директора, электронные книги у них не пылятся на полках. В нашем лицее, если говорить о продолжении работы, она активно ведется. И мы будем использовать эти учебники до электронной учебники до тех пор, пока те учебные материалы, которые закачаны в них, будут соответствовать новым требованиям. Сколько они будут соответствовать новым требованиям, никто сказать не может. Основная же цель эксперимента – испытание нового устройства достигнуто, уверены Министерства образования области. Все остальное зависит от самих учебных заведений. Централизованно пока мы дополнительно закупать не будем. Каждое образовательное учреждение получает самостоятельное финансирование. Поэтому, если они примут такое решение, они имеют право использовать подобное оборудование. Книги, которые уже закуплены по программе, остаются при детях. Правда, подходят они только для учеников 6-7 классов. А обновить содержимое учебника школы самостоятельно не могут. Хотя в планах загрузить на имеющиеся учебники школьные энциклопедии. Наталья Сидорчук, Светлана Федорова, Дмитрий Казаков, Служба новостей город. Для калининградских инвалидов открылись новые вакансии. В центре занятости прошла ярмарка, где люди с ограниченными возможностями смогли найти себе работу. Такие мероприятия по заявкам работодателей проводятся 2-3 раза в месяц. Причем обсудить все условия можно прямо на месте. На ярмарку пришли люди со второй и третьей группой инвалидности. Устроиться на работу может каждый, независимо от проблем со слухом, зрением или опорно-двигательным аппаратом. Специально для людей с ограниченными возможностями начала работать программа по снижению напряженности на рынке. То есть, 10 организациям из бюджета выделили по 50 тысяч рублей на создание рабочих мест. В этот раз в качестве работодателя выступала фирма по сбору бытовой техники. Сейчас работает около 200 человек инвалидов, более точную цифру я скажу, около 200. Открываем вакансии, там у нас леса, сборщики, контролеры, ОТК, комплектовщики, подсобные рабочие уборщицы. Это вот те, которые сейчас нам нужны и тех, которых мы добираем сейчас в день. Зарплаты достойные, считают работодатели. В среднем 11 тысяч рублей. Плюс компенсация за проезд. К тому же от предприятия ежемесячно 14 человек проходят лечение в санаториях области. Всего на сегодняшний день в центре занятости числится 134 инвалида. Вакансий достаточно – 215. А ярмарки проводятся несколько раз в месяц. Сразу после рекламы вы увидите. Нет упаковки, все равно можно вернуть. Чиновники хотят внести изменения в закон о защите прав потребителей. Качество гораздо политического процесса важнее, чем попытка скопом загнать в прокрустово ложе то или иное количество членов, имитируя большинство. Знакомые все лица. Калининградские политики решили создать в регионе новую партию. Практически невозможно проконтролировать количество съеденного корма. Голодными не останутся. В зоопарке поставят аппараты для кормления животных. Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. Россияне смогут отправиться на Желтое море, вернуть товар без упаковки и смело покупать резиновые лодки. Об этом и другом в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Россияне смогут побывать на Желтом, Японском и Восточно-Китайском морях. Визовый режим между Южной Кореей и Россией хотят отменить. Все необходимые документы для этого уже подготовлены. В случае одобрения с нового года жители двух стран смогут пересекать границу без виз на срок до 30 дней. Товар, купленный через интернет, разрешат возвращать без упаковки и быстро изнашивающихся принадлежностей. Такие правки намерены внести депутаты Госдумы в закон о защите прав потребителей. Напомним, сегодня для возврата товара необходимо полное сохранение его товарного вида, потребительских свойств, пломб, фабричных ярлыков и наличие документа, удостоверяющего факт покупки. Балтика завершила первый круг ФНЛ победой. На своем поле балтицы обыграли Спартак из Нальчика со счетом 1-0. Пробил ворота соперников Алексей Вишняков на 21-й минуте матча. По итогам игры Балтика вышла на пятое место в первенстве. В следующем туре 26 октября калининградцы на выезде сыграют с Астраханским Болгарем. Маломерные суда больше не подлежат регистрации. Такие послабления вели для лодок массой не более 200 килограммов. Без двигателя и с двигателем мощностью менее 8 киловатт. Теперь рыбаки и охотники смогут передвигаться на надувных резиновых лодках без опаски нарваться на штраф. Также не нужно ставить на учет прогулочные суда вместимостью до 18 человек. Но только в том случае, если прогулки совершаются в некоммерческих целях. Дети смогут смотреть мультики «Ну погоди» в оригинале. Главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко не настаивает на удалении сцен, в которых курит волк. Теперь он отрицательный герой. Параллель «Волку» Онищенко поставил и знаменитого Джеймса Бонда. Курсы валют на 24 октября. Доллар США – 31 рубль 12 копеек. Евро – 40 рублей 58 копеек. Литовский лид – 11 рублей 74 копейки. Польский злотый – 9 рублей 84 копейки. Дело миллиардера Прохорова живет. Расстановка политических сил в регионе может измениться. О себе заявила партия «Гражданская платформа». От нее появятся сразу две фракции – в областной думе и в городском совете. Движение в Калининграде существует уже несколько месяцев. В него входят известные политики. Но легализовалось оно только сейчас. Объединение «Новые лица старые». Фракцию в областном парламенте возглавит Соломон Гинзбург. Несмотря на свою малочисленность, политики не теряют оптимизма, ожидая пополнения в своих рядах. Не исключено, что это будет за счет представителей других партий, в том числе и партии власти. С нами ведут переговоры, в том числе и члены «Единой России». Мы не будем спешить расширять наши ряды. Бороться будем умением, мастерством. Мы не сторонники того, чтобы гоняться за численностью. Качество гораздо политического процесса важнее, чем попытка скопом загнать в прокрустово ложе то или иное количество членов, имитируя большинство. На днях объединение официально зарегистрировал Минюст России. Бюрократические требования соблюдены. И теперь партия может участвовать в выборах и выдвигать своих кандидатов. К прошедшей избирательной кампании зарегистрироваться не успели. Но представители гражданской платформы все же прошли во власть. Арсений Махлов выиграл выборы по 25 округу Калининграда. Он же и возглавит фракцию в городском совете депутатов в лице пока одного человека. Кормить животных разрешается, но только специальным кормом. В Калининградском зоопарке в следующем году планируют установить автоматы по продаже еды для животных. Такие приспособления не являются технической новинкой. Идея уже давно вынашивалась сотрудниками зоопарка. Просьбы установить автоматы поступали и от посетителей. Многие калининградцы бывали в европейских зоопарках, в которых такие устройства пользуются большой популярностью. Теперь автоматы с кормом появятся и у нас. Правда, их будет всего два. На площадке с козами прыг-скок и возле пруда с водоплавающими. Выбор мест тоже не случайен. Практически невозможно проконтролировать количество съеденного корма. И для того, чтобы наши животные не превратились в раскормленные тушки, помните, как в мультфильме, да, волка, которого вслазь накормили под свадебным столом. Но все-таки этого допустить в зоопарке нельзя. Поэтому будут установлены автоматы только в тех местах, где кормить можно. Принцип работы такого автомата прост. Кидаешь несколько монеток и в стаканчик или в руку насыпается определенное количество корма. Стоимость, скорее всего, не будет превышать 20 рублей. Пока же сотрудники зоопарка просят не кормить животных хлебом, капустой и прочими продуктами. А если есть желание, лучше приносить в дар желуди, бузину и шиповник, которые полезны для животных в осенний период. Танцы в центре города. Телезрители Первого городского канала прислали к нам на почту видео, на котором мужчина поет песни Бориса Моисеева и при этом подтанцовывает. Из одежды на нем только нижнее белье, обувь и бабочка. Как стало известно, главного героя зовут Олег, ему 43 года. И выйти на улицу ему пришлось из-за спора, который он проиграл. Ранее спорщик-любитель также был замечен за необычным занятием. Он шел гуськом от гостиницы «Калининград» до гостиницы «Москва». «Калининград» до гостиницы «Калининград» до гостиницы «Москва». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok